Здравствуйте! Вы никогда не задумывались, почему лоси, зайцы, косули и некоторые другие обитатели леса любят погрызть кору со стволов молодой осины не только зимой, но и в любое время года? А вот опытные и наблюдательные охотники подметили, что таким образом лесные жители избавляются от паразитов в своем организме. Но вот, к сожалению, бурых лесных медведей, грызущих и жующих осиновую кору, никто никогда не встречал. Не поэтому ли, что кора осины не входит в медвежий рацион, у хозяина тайги очень часто встречаются паразиты, от которых нередко страдают даже охотники, поев под рюмашку плохо прожаренное мясо того зверя. В таких случаях ветеринарные исследования подтверждают паразитарные поражения медвежатины таксоплазмозом и трихинеллезом. Такое мясо, конечно же, несет смертельную опасность для человека. Кстати, еще с давних времен наши предки, видя, что мясо косуль, лося и зайца, как правило, не заражено паразитами, связали этот факт с постоянным употреблением ими в пищу осиновой коры. Тогда, видимо, и стали применять в народе осиновую кору, как лекарство от паразитарных заболеваний человека. А домашние козы, если они заходят в лес, то первым делом куда бегут? Да, конечно же, к молодой осиновой поросли и ивнику, близкому родственнику осины. Вполне возможно, что именно пристрастие наших микрокоров, то бишь козочек, к осиновым да ивовым веточкам и объясняет хорошо известные в народе целебные свойства козьего молока. Лично у меня такое предположение не вызывает ни малейшего сомнения. Не так давно видел в лесу тщательно обглотанные осиновые деревца совсем рядом с дачными домами и очень удивился, что так близко к жилю сегодня стали подходить дикие животные. Но через какое-то время я догадался, кто это сделал, когда увидел нескольких козочек, гуляющих в этом лесу недалеко от домов. О целебных свойствах коры осины известно очень давно. Ее настои, чаи и экстракты широко применяются в народной медицине, как противовоспалительное и болеутоляющее, жаропонижающее средство с антибактериальным и даже антивирусным эффектом. Кара осины продается во многих аптеках в виде концентратов и просто сушеными кусочками, расфасованными в коробке и салфановой пакетики. Поэтому сегодня я отложил все дела, чтобы отправиться в лес для обновления и пополнения своих запасов этого ценного природного лекарства. Но перед этим решил напомнить своим подписчикам, да и всем гостям канала, что именно сейчас, в конце апреля, с началом сокодвижения, началась и заготовка коры осины. Те, кто не сможет пока попасть в лес, сильно не расстраивайтесь. Крупные производители экстрактов из осиновой коры не скрывают, что заготавливают сырье круглый год, объясняя свои действия научными исследованиями. Однако, принято считать, что все же весной и в начале лета кора содержит максимальную концентрацию полезных веществ в своем составе. Полезных и лечебных веществ. Хотя и заготовители осенней коры довольно убедительно аргументируют свои действия тем, что, мол, к концу лета дерево старается запасти наибольшее количество полезных веществ перед предстоящей зимовкой. Получается, любое время года вполне подходит для заготовки этого ценного природного лекарства. Заготавливать осиновую кору несложно. Берут обычно молодую поросль в загущенных местах, чтобы не навредить природе. Оптимальный диаметр стволов от 5 до 3 сантиметров. Кора хорошо снимается ножом. Здесь очень важно следить за чистотой коры, чтобы не попадали кусочки с черным, желтым или другим по цвету грибковым налетом. Кто-то этот черный налет называет в своих роликах сажей и пытается эту сажу, якобы сажу, смывать. А это на самом деле банальная грибковая плесень. Такие деревца просто не надо трогать. При желании всегда можно найти молодую осиновую поросль с глянцевой, здоровой и чистой корой. Придя из леса, собранную кору можно порезать секатором на мелкие кусочки, что способствует более быстрому ее высыханию. Сушит кору либо в духовке при невысокой температуре, градусов эдак 50, либо в электросушилке для фруктов. Да сушите хоть на батарее. Главное, хорошо просушите осиновую кору для хранения. Я храню сухую кору в коробочке или мешочке, конечно же в сухом месте. Кто-то использует для этого стеклянные банки. Осиновая кора, помимо вышеперечисленных свойств, является хорошим иммуностимулятором. В настоящее время действуют мощные фармацептические компании, занимающиеся выпуском различных экстрактов и других снадобий из осиновой коры. Продукция у них хорошая, но стоит совсем не дешево. Так что используйте любое время года для сама заготовки этого чудесного природного лекарства. Если у вас есть возможность побывать в лесу. Настоями, отварами, чаем из коры или просто щепоткой измельченной в порошок осиновой коры по утрам натощак. Люди лечатся от многих болезней, таких как простуда, аллергия, простатит и большинство паразитарных заболеваний. Поэтому в следующем ролике мы посмотрим рецепты лечения корой осины апистархоза, коварного паразитарного заболевания печени и желчевыводящих путей. Особо распространенного в тех местах, где проживает любитель речной и озерной рыбы карповых пород, которая особенно в застарелых озерах почти вся может быть заражена апистархозом. Буду очень рад вашим подпискам, лайкам и комментариям. До свидания. Увидимся.